Перед этим матчем в активе полевчан было 16 баллов, а в активе гостей из верхней солды всего 5 и они располагались на последней строчке в турнирной таблице. В первом круге матч между этими командами на поле Титана завершился крупной победой Трубника со счетом 3-0. И вообще в этом сезоне полевчане лучше играют на выезде. До этого тура в их активе было 5 побед и 4 из них добыты на выезде. Тяжело, понять не могу ничего. Столько очков дома потеряли, вроде и играем, и моменты есть. То ли невезение, то ли неумение, то ли все это вместе. Но мало забиваем. Я считаю, что из-за того, что мало забиваем, у нас права на ошибку дома нет никакой, потому что если мы гол пропускаем, 2-3 гола забить уже для нас сложно. А там видно на контратаках на выезде легче получаются игры. А дома как-то вот с первой игры как пошло у нас, с Богдановичем удачно сыграли, а потом все игры тяжелые очень. Поэтому и верховая игра дома, любой навес у нас уже неуверенность какая-то и у уратаря, и у защитников. Поэтому будем надеяться, всему научимся. В прошлом туре на выезде Трубник со счетом 5-3 переиграл Атлантик из Красного Фимска. И в домашнем матче, тем более против аутсайдера, намеревались закрепить успех. Наши футболисты начали активно и даже имели возможность открыть счет. Но затем гости начали перехватывать инициативу за счет невынужденных ошибок полевчан в центре поля. И вот на 27-й минуте очередной обрез в центре, атака гостей левым флангом на вес штрафную, и Андрей Брагин в упор, расстреляв ворота хозяев, вводит Титан вперед 0-1. У гостей лучше держался мяч, а у наших после двух-трех пасов происходила потеря. Однако за 10 минут до свистка на перерыв полевчанам удалось отыграться. На вес левого фланга головой замкнул Максим Сабиров, и первую 45-минутку команды закончились ничейным счетом. Начало второго тайма вновь осталось за полевскими футболистами, и уже на первых минутах после возобновления игры перекладина спасла гостей от верного гола. На 72-й минуте массированная атака хозяев с первым ударом по воротам вратарь Титана справился, но отбил мяч прямо перед собой, и первым на добивание успел Дмитрий Жернаков, выведя Трубника вперед 2-1. Еще через 7 минут Семен Тумашов, получив длинный диагональный пас, вошел в штрафную и, не сближаясь с вратарем, просто перебросил его, делая счет уже 3-1. Полевчане забили еще, но боковой судья узрел в этом эпизоде положение вне игры, и взятие ворот отменили. А за 3 минуты до конца встречи счет все-таки становится 4-1. Снова разрезающая передача на ход Семену Тумашову, который делает дубль и ставит победную точку в матче. Я вообще не ожидал, конечно, настраивался на игру спокойную, но первый тайм, конечно, это, видимо, явно недооценка противника, хотя я не скажу, чтобы они плохо выглядели, но явно недооценка. Хорошо, что вот во втором тайме сумели, может, они подустали немножко, нам полегче стало, но молодцы ребята, выдержали. Второй тайм могу 5 баллов поставить, а первый тайм, конечно, нервотрепка была. Надо было сразу игру делать, не нервничать, спокойно доигрывать, а так получилось, как получилось. Ну, это тоже опыт, тоже будем надеяться, что это все на пользу. Ребята молодые, так что слава богу, все хорошо.